Борис Кузнецов адвокат, писатель, автор книги «Она утонула». Борис сейчас находится в международном розыске за разглашение государственной тайны, да? Да. Вы можете в двух словах об этой истории рассказать? Ну, эта история замечательная. В 2006 году я защищал российского сенатора, члена Совета Федерации, которая по Конституции России обладает неприкосновенностью. И, просматривая материалы в Верховном суде, я обнаружил справку-меморандум с грифом «Секретно», где указывается, что ФСБ его незаконно прослушивало. Я заполучил копию этой справки и написал жалобу в Конституционный суд, приложив эту копию. Но меня в 2007 году возбудили уголовное дело, что я перед Конституционным судом раскрыл государственную тайну. Дело в том, что есть законы государственной тайны. И там прямо написано, что не подлежит засекречиванию и не является государственной тайной сведения о нарушении прав человека и о злоупотреблении должностными лицами своими полномочиями. Поэтому с этой точки зрения я абсолютно прав. Зная, что меня готовится арестовать, я скрылся из-под наружного наблюдения и через украинскую границу уехал в Соединенные Штаты, где через месяц после обращения к правительству США о предоставлении политического убежища я такое политическое убежище получил. Потом я получил вид на жительство в США, потом получил гражданство, а сейчас я переехал на постоянное место жительства в Латвии, живу в Кватрике. Меня объявили в международный розыск. Но Российское бюро Интерпола отказалось меня разыскивать по двум основаниям. Что, во-первых, я с первого дня сообщал следователям о месте моего нахождения. Мне присылали домой такие ответы. Мы не можем прекратить ваш розыск, потому что мы не знаем, где вы находитесь. Присылали на мой домашний адрес в Америку, в штат Нью-Джерси. Я все время пытаюсь и продолжаю этим заниматься, чтобы вытащить свое дело на какое-нибудь судебное разбирательство. Ребята, если вы знаете, где я нахожусь, пожалуйста, обратитесь тогда к правительству США, сейчас к правительству Латвии, о моей экстрадиции. И латвийский суд или американский суд должен рассматривать вопрос, есть ли в моих действиях признаки преступления. Естественно, никаких признаков преступления там нет. Я просто добросовестно, как адвокат, выполнял свою функцию. Но дело Чахмахчана – это только повод. Притом, повод самый дурацкий, который можно было в Федеральной службе безопасности придумать. Причина – вот в этой книге, точнее, в первом издании этой книги. Книга называется «Она утонула, правда, о Курске, которую скрывает Путин». И я представлял интересы погибших на подводной лодке Курсов. 55 семей ко мне обратились. Не все 118, которые погибли, только 55. И изучая уголовное дело, проведя дополнительное адвокатское расследование, я установил, что есть многочисленные виновные, в том числе и президент Российской Федерации, в гибели экипажа. Вместе с тем я обнаружил подложные экспертизы. Я обнаружил подделку документов о подготовке корабля, о подготовке торпеды, которая взорвалась. То есть с основными выводами правительственной комиссии о причине гибели, что это взорвалась собственная торпеда, я с этими выводами согласен. Но появилось очень много версий, включая французы, опубликовали, выпустили фильм, который называется «Подводная лодка в мутной воде». И в умы российских граждан была насажена идея, что это американцы атаковали Курск с своей торпедой МК-48. На самом деле, объективные обстоятельства развития событий на месте гибели Курска прямо говорит о том, что никакая ни русская, ни американская, ни гвадылубская подводная лодка не могла Курск атаковать. Точно так же не могли атаковать ее и торпеды, допустим, с Петра Великого, или ракеты, или ракеты с наземных баз, ракеты класса «Земля-карабль». Поэтому эта книга, в общем, исследование очень большое и опровержение разных идиотских версий, которые возникают. Каковы причины гибели Курска? Это халатность, злоупотребление должностными полномочиями целого ряда должностных лиц. это не спасение оставшихся в живых членов экипажа, там 23 чайка оставалось в девятом отсеке и жили они больше двух суток. Это выпуск в море неподготовленного корабля, который никогда этой торпедой не стрелял. Это выпуск корабля, который не обеспечен был средствами спасения. Так что вот там целый комплекс. Кто виноват в этом? Ой, там, если сажать на скамью подсудимых, то это было бы человек 19-20. Начиная среди них президент Российской Федерации Путин, среди них главком ВМФ Кураедов, среди них командующий Северным флотом, начальник его штаба, ну и ниже офицера. Чего удалось добиться вам? Ничего. Ничего. Потому что, я еще раз говорю, были фальсифицированы экспертизы, хотя, если полистать книгу, то видно, что крупнейшие специалисты на Западе и российские специалисты не побоялись сказать, что это не экспертиза, это профанация. Экспертизу проводил главный судебно-медицинский эксперт Министерства обороны, такой Виктор Калкутин, опытный эксперт, без всякого сомнения. Но он пришел к заключению, что подводники жили не более 8 часов, и спасти их было невозможно. А поскольку невозможно было спасти, то виновных нет. А на самом деле можно было спасти, а почему не спасали? Они спасали по нескольким причинам. Во-первых, надеялись на те спасательные аппараты, которые не смогли спасти, потому что они не были адаптированы под конкретную подводную лодку. Второе, это режим секретности. Например, 14-го числа англичане на самолете, на транспорте везли спасательный, автономный спасательный аппарат, ему не дали посадки в Мурманск и развернули. норвежцы открыли, извините меня, одним ключом, люк девятого отсека, но было уже поздно. Подводники в первых отсеках погибли в первые минуты, поскольку взрыв был больше четырех баллов. а имеется ввиду сейсмическое событие такого, это серьезное землетрясение очень. А 23 человека жили двое с половиной суток, стучали. В деле я нашел экспертизы фоноскопические, где эксперты прямо говорят, что это стучали люди, стучали по межоотсечным переборкам подводной водки. И это никак следствие объяснить не смогло. Почему стуки были, а заключение эксперта, что они жили не более восьми часов. Власть посмертно наградила, а моряков и им семьям что-то выплатили, да? Да, выплатили, выплатили больше, чем выплачивали до того кому-либо и после того. То есть там правда за это пришлось побороться. И об этом тоже есть в ней. А как семьи относятся к этим наградам? Вы знаете, я не знаю, как они относятся к наградам, потому что я с ними практически контакты потерял. После моего отъезда из России, бегства из России, они испугались и перестали со мной общаться. Со мной практически никто из родственников не общался. Но я видел, что они с благодарностью принимали эти награды и благодарили Путину. Дело в том, что я вложил в это дело огромное количество денег. Я вложил порядка 300 тысяч долларов в расследовании по этому делу. Но самое главное, вторично, самое главное, что я вложил в него душу. И вот эта книга это наиболее полное расследование причин гибели корабля и адвокатские человеческие выполнил. То есть люди теперь благодаря вам узнают правду, да? Она есть в книге. Она есть. Другое дело, что мою книгу отказались печатать в России 30 издательств, что эту книгу 250 экземпляров развернули на таможне и не пропустили. но она есть в интернете, она есть в печатном виде. Так что вы как адвокат на каком-то международном уровне не пытались доказать? Да, мы обращались в Европейский суд по правам человека, но у меня был один подписант, это Роман Колесников, отец Дмитрия Колесникова, который возглавил вот этих 23 человека, которые остались в 9 отсеке, и его фраза из записки «Не надо отчаиваться» выбита на памятнике на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Он отозвал свою жалобу в Европейский суд. Я думаю, что там было серьезное давление. Спасибо огромное вам. Я вам желаю успехов, крепкого здоровья. Спасибо.